Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у канала Кофе со вкусом Чернобыля Игорь Оленич. Добрый день! Первый вопрос, который я практически всегда задаю припячанам, кто пришел на станцию ТО в аварии. Почему Припять? Как ты выбрал город и приехал сюда? У меня альтернатива была, но она не осуществилась. Я когда заканчивал молодым специалистом, то по распределению Игнолина. Я очень хотел на Игнолину. Я тогда уже был в Эстонии. А что ты заканчивал? Киевский энергетический, монтаж эксплуатации парогениющих установок на атомных электростанциях и политех. Ну, киевский, но черниговский филиал, потому что там получился прецедент. Я когда уже вернулся с армии, то моя очередь на квартиру прошла. А я поступил на стационар, на теплофак в Киеве. И когда приехал сюда, мне говорят, ну, желательно получить квартиру, а потом заканчивать стационар и по распределению ждать жилья. То есть, вернувшись с армии, уже получил… Ну, меня не было, а жилье после меня получали уже, после меня очередь. По идее, ты должен был получить следующий день. А я в армии. Ну, а когда вернулся? Ну, в течение 23 дней. Ты в армию ходил? В 81-м. В 81-м отсюда, с Припяти, да. Что-то у меня не складывается. А, ну, то есть, ты заканчивал… Техникум энергетический. И по распределению должен был? Ну, меня распределили на Чернобыльскую. Ну, я тебе говорю, я желал на Игналину попасть, но распределение получилось на Чернобыльскую. Ну, я был на практике, я был в Полесье, когда на практике, я уже в Припяти был, ракетой приезжал там. Ну, и впечатления? Ну, масштабы, то есть, настолько была, это там и комсомольская стройка, там, и такие моменты, которые… Удивляли, удивляли, то есть, интересно было, да. Я тогда спортом занимался, легкой атлетикой. Я там даже в Припяти, я когда выступил на Припятском этом пробеге, то и не хватило времени. Кольцо это, которое по городу было, я за второй уже бежал, там, догонял, и мне не хватило просто дотянуться до первого. Вот, и когда я пришел, ну, второе место, да, они не ожидали этого, кто там, у них все было запланировано. Подарки отдали первому и третьему, а мне это грамоту. Разрушил планы. Да, то есть, как это, ну, был такой момент. То есть, и для меня было, я тогда шефской работой занимался, сейчас не вспомню фамилию этого мужчины, который увидел эти мои позывы и дал возможность, это, там, по микрорайонам мы делали, там, освещение. Ну, что от нас зависело. Там, достать прожектор, электроцех попросить в свободную смену, чтобы они запитали этот прожектор, и, там, детвора в этой коробке хоккейной. А на станции в какой цех устроили? В реактор. В реактор. Дятлова у меня принимала работу, Анатолий Степанович. Первые впечатления? Ну, я вот помню, как я зашел тогда в кабинет, вот сейчас это помню. Тогда я еще так сильно чувствами не увлекался, но такой, он всегда располагает, дружелюбный такой, да. Хотя, там, вот я сам знаю, что на облочном, когда касается каких-то вещей, которые… Ну, вообще, вот я за атомную энергетику советскую, то есть, обучаясь, я сделал вывод, и не только я, что ничего не может произойти. Сам Александров, академик, говорил о том, что я готов поставить кровати возле блока, и мы с супругой можем там, уверенно, значит, никаких последствий не будет. И Чернобыль это все разрушил. Это уверенность, и до сих пор, как бы, ну, это как до и после Чернобыль, да. Чернобыль расставил свои фишки и приоритеты. И вот это существовало. А ты в смену сразу попал? Или сначала в день ходил? Нет, смену сразу. Не, ну, а, я сначала слесарем был, я сначала слесарем был у Алексеева, сейчас не вспомню, мастер, потрясающий мужик. Я сначала слесарем был, а потом оператором. Ну, это нормальный ход, то есть, но вот это впечатление Дятлова, оно такое, он такой в быту, он такой располагающий, очень располагающий. А, ну, я имею в виду, вот тут, ну, зашел молодой человек, который, то есть, это первый... Да, в кабинете, где он, как бы, вне всяких сомнений, его никто не может оттуда вышибить, потому что он понимал, он... Вообще, тогда тенденция была атомный флот, который уже был знаком с ядерными установками на атомных подводных лодках, и человек уже знает, что такое активность, что такое загрязнение, виды радиоактивности, и РБ сдавал, то есть, это уже однозначно подготовленные люди. И набирались, приветствовались, и таким образом, вот, и у меня Юра, Юрий Николаевич Внуков, это все такие флот, флотские ребята, РЦшники, это... Тогда директор Уманец говорил, что и старший оператор, это уже звено, очень серьезное звено в цепи атомной иерархии, там, как, структуры. Вот, и вот эти ребята, которые приходили с флота, их с удовольствием брали, хотя режимное предприятие так просто туда не попасть было, но флот приветствовался однозначно. И Дятла, вот, у меня только хорошее впечатление о нем тогда, на тот период. Потом я знал, что он такой жесткий, он даже там мог пошутить так, что, как бы, недвусмысленно, вот, поставить на место, потому что на блочном, это уже не приватные какие-то вещи. Вот, ну, я его, я уважал, потому что он, как бы, вот эти все прохождения, там, иодные ямы, вот эти физика реактора, он считал себя докой. Вот, и поэтому и неспроста эксперимент был, ну, он вел, как своим авторитетом, как давить своим авторитетом. Да, вот это, вот это четко формулировка давить своим авторитетом. Ну, вот я сейчас разговаривал с человеком, который преподает будущим инженером по управлению реактором, то там изменилось вообще все. И он сказал, сейчас системы, которые обсчитывают там единичную, линейную мощность, линейные характеристики по ТВЭЛу, ватт на метр. Вот сейчас, то там, если раньше система считала, через 20 минут человек получал информацию, ну, стержни тянули там, да, из реактора, через 20 минут, то сейчас обсчитывается каждую секунду, и там ограничения наложены. То есть ты не можешь единичную мощность уменьшить до, ну, так просто поуправлять не получится сейчас уже. Все контролируется, и в Чернобыльскую вложили после аварии, там, порядка 300 тысяч рублей на то время, в советское время, для ее реконструкции и выведения на те характеристики, которые безопасны в работе. Ну, 25-го, 26-го, какая смена была по счету? Пятая смена, это с 0 до 8, с 12. И 26-го ты работал? 25-го, 26-го, 27-го мы приезжали еще. Ну, это была вторая смена, ну, из трех. Да, да, из трех, да, это вторая смена была, и... То есть вы знали, что там на четвертом блоке испытания будут проводить какие-то? Ты работал на третьем? Я на третьем. Оператором... Центрального зала. Центрального зала третьего блока. Да. Всегда, это были выходные, всегда все, что связано было с переключениями, оно выводилось в выходные дни. Ну, я сейчас не вспомню уже досконально, что я знал о том, что по выбегу турбины, там... Нет, ну, просто какие-то... Нет, то есть я сейчас этого не вспомню, потому что, ну, не хочу врать, да. А так было всегда, то есть какие-то были, если это проводилось в выходные или ночные смены. И нам выпало, да... Да, чтобы не было персонала, но не было, поменьше людей. Минимизация. Минимизация, безопасность преследовалась. Вот, и уверенность та, что была, этот же Дятлов послал этого Сашу Кудрявцева, это... Куда? На крышу. Это, ну, я не знаю, что побуждало. И это про Скурикову, видите, и к Саше Кудрявцеву они пришли на эксперимент в качестве... Они... РЦ-3, да, поучаствовать в эксперименте, набраться, как бы, навыков, опыта, профессионализма в профессии, которую они уже на 5-6 блок. В декабре 86-го года планировался пуск 5-го блока. Вот, и они были вне. Да. С Харьковского турбинного завода был человек, Савенков. Если не ошибаюсь, то есть, я, видишь, я хотел сегодня взять списки эти... Савенкова, там еще Савенкова была ВОХР, женщина, которая здесь, вот, база оборудования, вот она там была. Вот, то есть, с Харьковского турбинного завода по выбегу турбины был специалист оттуда, прикомандирован специально на эксперимент. Кудрявцев, это предмет того, что он не посчитал, ну, посчитал нужным присутствовать на переключениях и быть более продвинутым, и понимать, как все происходит. Ну, вот. А у тебя смена началась с обходов? Ну, у нас так планировалось помочь четвертому блоку Анатолий Харлампович Курлгуз был на четвертом блоке, и Генрих Олег Иванович. Олег Иванович до сих пор жив, дай Бог ему еще здоровья, он 60-го года, я общался с ним, поддерживаем отношения. Так вот, Толя погиб, и мы должны были идти на четвертый блок, помочь перевезти с крановщиком, я был оператором, а крановщик Жора Соколов, старший меня, такой опытный крановщик, и мы должны были ему помочь перевезти по бассейну специзделия. Толя и Генрих Олег, они операторы, и у них не было крановщика. И вот такое было задание, то есть помимо того, что у нас планировалась своя перегрузка, мы там параллельно сходить, перевести им сменное задание. Это уже после испытания должны были пойти? Нет, нет, это параллельно, мы же идут испытания, а мы идем, старший оператор или начальник смены планирует нашу работу, когда выполнить, когда у нас между перегрузками, как крановщик, когда свободен. Петя Зиневич подготавливал перегрузку нашей машины РЗМ в 2005-м наверху, вот, и мы сели пить чай, то есть знали, что нужно идти на четвертый блок, вот, и Петя Зиневич звонит с 2005-го и говорит, нужно пролить манжеты, завоздушенные манжеты на стыковочном патрубке. На РЗМ? На РЗМ, да, разгрузочной-загрузочной машине. И я, тут уже чай мы пили, и я пошел проливать манжеты. И в этот момент все произошло. То есть я был непосредственно на бассейне, на гнезде выгрузки, на бассейне выдержки, на гнезде третьего блока. Единственный человек, который был в зале, видел своими глазами, как происходило, ну, вот эти взрывы. Я, правда, вот не могу зафиксировать, что их два было, как-то разделить их, ну, членораздельно, как бы, четко зафиксировать. У меня такого нет. То есть по вибрациям, по толчкам? Ну, что я ощущал? Ну, во-первых, я был в зоне опасности. Я стоял, открыв биологическую защиту РЗМ, нижнюю часть, кремальную, эту, секцию. И между секцией и машиной ждал проливать, в этот момент уже проливал манжеты. И в этот момент прозвучало это. Я стоял, то есть 22 метра глубина бассейна выдержки, вот. Эта секция меня сдерживала, и я увидел, как амплитуда машины, 450 тонн, 23 метра высотой, и амплитуда там, ну, я не хочу там. У страха, да, у страха глаза велики, ну, а когда я посмотрел вверх, я увидел амплитуду там, ну, не 3 сантиметра. Блин, я говорю, у меня аж мурашки пока, что я сам покинулся. И в этом случае эта секция биологической защиты мне стучит по спине, в нижней части, будем говорить, отвесного цилиндра машины. Ну, вот. Хотя она на кране, то есть она же, мост на кране. Вот, и я ощутил удары по спине биологической защиты, и в это же время смотрю, как она ведет себя наверху. И здесь же уже подсознание включается, что нужно покинуть безопасную зону. Ну, и я… Я сказал безопасность, ну, я имел в виду о безопасности человека, ну, о себе, психологии, подсознание говорит безопасно сохранение, ну, инстинкт сохранения. Да. И в результате я против логики, ну, как, по возможности траектории побежать, я побежал в сторону четвертого блока в БВТК туда, в сторону четвертого блока. Потому что секция меня ограничила, ее нужно было оббегать, а тут бассейн, и перепрыгнуть надо. А, то есть, ко второму выходу… Ну, не в этом дело. Не к своей двери, откуда я зашел, и где мое спасение, а в противоположную, потому что биологическая защита, она была, выступала здесь, а здесь был открытый бассейн, который нужно было перепрыгнуть. Там над выходом резервная пуртовая, ты этот имеешь в виду, да? Нет. Машина стояла. Если входить в зал, если входить в зал… Со штатного входа. Со штатного входа, где центральный зал, третий, операторская, 905-я, то она находится вот так впереди. То есть, вот тут, по левой стороне впереди, ну, не с левой стороны, а на центре центрального зала, а по диагонали, вот то, о чем ты говоришь. Поэтому, да, по диагонали туда. А я выбежал вот сюда, вот машина, и я вот здесь, и вот вход. Но я побежал вот сюда. Здесь было безопасное, ШТ было, шахта технологическая. Вот я сюда выбег из бассейна. Я ушел из бассейна. А, то ты не к выходу побежал? Потому что у меня секции было, да. Вот сюда побежал, и здесь я уже на полу, который без всяких там провалиться, вот на этом полу я отдавал отчет себе, что делать дальше. И фиксировал, что я уже видел, когда гремело. То есть, это, ну… Как к выходу? То есть, это… Не, ну, я спасался от бассейна. В бассейне я мог провалиться, и там машина как-то там, если бы она падала, там, или что-то, вот такое. Но это на подсознатель. Я сильно, ну, рассуждал, когда смотрел, и слышал, когда стучала секция. Вот я выбежал сюда на нержавейку, на полустойчивый, и наблюдал, как падала из зазоров плит перекрытие, он штукатуренный. Как падали вот эти зазоры за шпак... Видимо, да, не хожу? Нет. Блок же вот такой. Крыша блока вот такой. А что, ну, крыша? Крыша, то есть, он кубиком. Ну, да. Ну, а я думал, ангар, нет. Не-не-не. Не-не-не. Плиты перекрытия лежат. Центрального зала, это 63-я отметка. Вот зал 35,5, а крыша 63-я. И вот это сыпалось на нержавейку. Между плитами вот эти зазоры шпаклевались, и вот этот цемент падал на нержавейку. И вот это я фиксировал. То есть, от этих ударов... Ну, если РЗМ качалось, то мало. Да, да. То есть, блок ходуном ходил. И я заметил, что вот в этом, в котором запасном пульте, вот над ним, там есть технологическое отверстие, которое в определенный период года, когда солнце доходило, не всегда. То есть, какие-то дни, будем говорить, это север, северо-запад, и оттуда в технологическая труба какая-то была, подача воды какой-то, не помню, неважно, пожарная, не знаю какой. И в ней было раствором не загерметизировано вокруг. И солнышко попадало в зал в районе БВТК, попадало на пол. И мы фиксировали это. И вот я заметил в это отверстие... Это солнечные часы. Да, некий индикатор какой-то. И мы, работая в зале, наблюдали этот процесс. А сейчас это я увидел, когда это сыпалось, и я увидел, как там в этом отверстии, ну, там небольшой зазор, пару сантиметров, где-то там, может, ну, может, до пяти. Но я увидел огонь. То есть, я так предполагаю, что... Зален свет какой-то. Я думаю, что это битум, который горел. Я предполагаю, что это битум, разрывы битума какие-то. Надо, кстати, посмотреть по схеме. Так я и не посмотрел. Сейчас пришла мысль посмотреть на схеме. То есть, некие листы рубероя, ну, этого покрытия, они горящими какой-то там, ну, что там, я... Это первые секунды. Это первая минута взрыва. И когда я понял, что, ну, определился, что я жив, то есть, и я тогда уже побежал. Побежал уже в штатную, это наша гермодверь эту, и она уже была закрыта. Успели закрыть? Да. Ну, а по инструкции так, то есть, как подводные лодки. Подожди, но мужики же знали, что ты взяли. Да. И команду старший оператор дал закрыть. Алим Иванович Батишов дал команду закрыть. Я потом спросил, спросил, кто, они сказали, ну, ребята сказали, что Алим Иванович распорядился закрыть. Ну, и правильно сделал, то есть. И, ну, там специфика такая, что там дверь, там, она многотонная, она многотонная, если помнишь, да, когда-то, и в центральный зал, и там зазор, то есть, они на Кремольеру закрыли, а зазор, да, не затянуть, потому что затянуть это время надо. Это надо минут, ой, секунд, там, сорок, наверное, ну, сколько крутить надо. А так они на Кремольеру закрыли, она, как бы, если будет взрывная волна, она, как бы, выполнит свое предназначение. И в этот зазор я кричал, они мне открыли. Я зашел в зал, в операторскую из зала, вот. И я не видел дыма. А Петя Зиневич, который попросил меня пролить манжеты, он был в 2005-м, и он начал, когда он услышал прогремело, он на пульте управления камерой, начал камеру направлять, ну, у нас штатно камера направляется на РЗМ, штатно, то есть, мы следим, что происходит за машиной, камера стоит. И камера, он начал управлять камерой, где я нахожусь. То есть, привод камеры, не фокусировка, а как, ну, движение камеры в направлении меня, где я нахожусь, потому что он знал машину, где я проливаю ее. И пока он вел, ну, привод же не мгновенно, там, скорость, да, то за это время короба, я не знаю, какие размеры коробов, но вот такие где-то, больше там, да, то есть, где-то там от 80 сантиметров, от 800 миллиметров и выше, может, даже метр там или больше, вот, короба. А вентиляционные системы, 3-4-й блок, они же вентиляционные под вентиляционные системы, они зеркально отображены, а единый вент-центр для 3-го, 4-го. И тогда получилось, что он пока довел камеру на то место, то через вот эти большие вентиляционные короба уже заполнен был центральный зал, а это объемы колоссальные, да, уже дымом, то есть, вот. И Петя говорил, что все уже было в дыму. А я говорю, я не видел, то есть, это уже после меня, видно, наполнялось. Ну вот. И мы… Дым шел тебе в спину. Ну, да, догонял, догонял. То есть, я убежал, я не шел. То есть, я понимал, серьезность какую-то. Я звонил лично в 4-й зал. Зал сигнал, я сейчас уже не помню, но на 40 заканчивается. 37-40, 4-37-40, центрального зала телефон. Звонил, телефон, зумер шел, но никто трубку не брал. И потом я разговаривал с Агуловым, Сашей, это 3-й блок ГЦНщики, старший оператор ГЦНов. И он сказал, предположение сказал, что баллонная САОР. То есть, как бы… Ну, тогда никто не знал масштабов таких. Не мог представить даже себе. Ну, ты же в самом начале сам сказал, если вселялось в умы и в сознание, что это безопасно и ничего такого не может быть, то, естественно, сознание не принимало этот факт. Ну, вот мы задраили приток у себя, как по инструкции, приток задраили, а вытяжку, проверили, открыта ли она, и вытяжку освободили на приток и вытяжку освободили. И ждали команду, то есть, без команды мы не покидали. И минут через 40 была команда покинуть операторскую. То есть, и мы спустились по 0,59 лестнице, которая ближе к Булочному. И я видел Сашу Березина, который был белый, и он сказал, что здесь очень сильный. Он ждал, ну, это Женидова, вначале к смене, кто там, как он уже узнал, что мы спускаемся, и он нас предостерег, что по золотому коридору очень сильный прострел. И, ну, он такое лицо было, как, ну, знаешь, как человек, который болеет, белый, ну, шоковые вот эти вот вещи. Вот, и я так понял, они там, Багдасара были, кстати, недавно умер Багдасара. Вот, Багдасаров был на Блочном тогда, Юрий. Вот, и мы пошли в сам пропускник. Там мы увидели в АЗК уже прапорщика, смеялись, ну, выходим, смеемся. А он в шоке, потому что... Часто не дергает. А он в шоке, не, он в шоке, потому что уже пронесли только что, мы еще не видим, пронесли Витю Дегтяренко на носилках, и там были лохмотья тела, радиоактивный пар. И таким образом получилось, что мы еще этого не знали. То есть Саша нас предупредил о некой радиационной безопасности, опасности, обстановке. А воочию мы еще ничего не... Ну, я видел, что что-то произошло, вот, и когда увидел я уже в санпропускнике женщину, которую переодевают на нашем этаже, вот, то по ее выражению лица и по ее глазам я понял, насколько все серьезно. То есть она видела, как несли в скорую, ну, мимо нее, тело Витя Дегтяренко, который он вот так накрылся возле ГЦ, и она на четвертом. Вот, закрыл голову свою, вот эти все руки, все было, как лохмотья некая. Вот, я потом... Жуткое, конечно, зрелище, и вот это мы увидели уже всю серьезность. А прапорщик это видел, а мы, когда же выходили, мы смеялись с АЗК, потому что, ну, АЗК, это только... Когда-то я в армии увидел это все. Противогаз, он полным был одет. Еще кассеты поскладывали туда, в ячейки. А, со смены? Нет, нет, не сейчас. Не сейчас. Кассеты... Нет, сложили. Вот, видишь, уже память, память стирается. Вот, наверное, положили в ячейку, потому что уходишь со смены, кладешь же в ячейку. Ну, они там были рассчитаны, там, не на те поля, которые... Ну, вот, это первое. Потом мы стояли, я выходил за столовую посмотреть, как пожарные на третьем блоке подавали рукава на этот ближний к нему угол третьего блока, верха. Ему пожарные машины подавали рукава, и он что-то там кричал, и я вот зашел за столовую, и... Это за БК-2, да, за столовую? Да, да, которая правее. И вот туда к БК-2 двигаться, и тут столовая. И вот я за нее, из-за нее выглядывал и видел, что была пожарная машина стояла, и подавалась. Ну, вот тогда я... Ну, я не видел там открытого огня, но вот эти команды, которые он на краю ближним углу стоял, он рукава что-то командовали, они это увидел, и потом ушел. И Генрих Олег тогда уже появился, его начало рвать. Он уже рвал. То есть, это было, ну, где-то час, может, ну, больше, может, после взрыва. Час 23, плюс час, плюс сколько-то... 40 минут мы еще подождали, где-то больше часа. Третий час, да. Да. Даже скажу, что это уже было некое светло. И... Ну, вот я помню, что я видел Олега, а ночью же не увидишь. Значит, это чуть позже уже было, наверное. И Олег, его рвать начало, и он отказывался, и мы ему сказали, иди в скорую. Ну, то есть, он не отказывался, а мы говорим, Олег, не балуйся. Вот. Олег Генрих, который в четвертом зале был, вот, он уехал на скорой. Потом мы еще были... Дозиметрист нас поставил между золотым коридором и АБК-2 на улице. То есть, сказали, вы выйти из помещений. В помещениях было хуже. То есть, вокруг радиоактивность была меньше. Открытый прострел с учетом, и мы вот это поняли, и зашли за АБК-2, защищаясь от третьего, третьего, четвертого блока, от второй очереди. Вот. И он нам сказал стоять здесь, но мы спрятались за это. И потом, утром где-то уже расцветало, и была команда идти на первый блок, на АБК, не на первый блок, я имел в виду АБК, АБК-1 и АБК-1, а не первый блок. И там, вот тогда йодная была профилактика. То есть, она должна была до, а мы получили ее, как бы, уже под утро. То есть, на... Вот сейчас уже не помню. Мы искали что-то, мы... Вот не помню уже. У нас же аптечки должны быть. Ну, на рабочих местах. Юдистым колеем, да. На рабочих местах. Но я не помню. Ну, вы уже с рабочими местами. Я помню, что на АБК... Нет, я имею в виду, вот 40 минут, которые мы ожидали команду покинуть, операторскую. Я... Ну, тогда должны были это заглотить. Только на АБК-1. Когда мы пришли, мы... Тогда была юдная, вот я помню, это таблетка такая с желтизной вкраплением. Вот. Вот. Потом Алим Иванович, у него что-то там, его вели в скорую уже на АБК-1. Кровь сдали. Анализ крови сдали. В медпункте я сдал анализ крови. Это вот сразу, когда мы пришли. Потом были в штабе гражданской обороны. Это сразу за проходной в зону, да, вниз туда, знаешь, да. Вот. Ну, вот так закончилась первая ночь. Пожарные такие были со стороны КПП-2? Да. Они заезжали, ну, может, и откуда-то, но я машину видел, которая стояла под третьим. Они поднимались тогда, получается? Не подскажу. Не подскажу, откуда поднимались, но был один... Они пытались тушить этот развал, который... вывалился. Это я... Кадры сериала Чернобыль когда показывали, я что-то засомневался, блин, думаю, странно. Оказывается, нет таких. Ну, тогда Телятникова очень сильно за это ругали, что он без начальника смены станции вот эти вещи разрешил персоналу. После аварии Чернобыльского показало, что никто командовать на территории ядерного объекта уже не будет, кроме начальника смены станции и руководства станции. А тогда Телятников отправил своих людей туда-наверх, которое, ну, неоправданно было. И когда в клинике ребята наши, оперативники, там, Ювченко, Ювченко, Александр, они когда были, лежали вместе с ребятами, которые с пожарной части, то они очень сильно там высказывались не лицеприятны, а Телятников, который стал героем Советского Союза, а они пострадали за это. То есть там и по топливу они ходили, и в прямой прострел там был неимоверный. То есть они, вот. Ну, с другой стороны, он оправдывается, видимо, тем, что предотвратил переброс пожара на третий блок и дальше по крыше маршзала. Я слышал такую версию, что как такового пожара там особо-то и не было на крыше. Ну, битум вот этот, который я тоже увидел, что-то горящее. Такие отголоски, температура, когда превышала, пиковые, возгорания какие-то были. Но, в принципе, теоретически, да, что по крыше, а практически бетон и какой-то процент, соотношение процента бетона и этой гидроизоляционного материала, который перекрывал крышу, это, ну, несопоставимо, конечно. как-то... теоретически, в принципе, мог бы и подожать несколько минут и получить распоряжение от НСС информацию. Ну, я только могу... В принципе, это чисто теоретически много. Как в журналистике, оценочное мнение я и твое, и мое о том, что они выезжают куда? На пожар. Да, значит, действуем как? Тушим. А то, что... А то, что вот эти моменты попадания на горячее, уже радиоактивные... Практически лучи смерти со всех сторон. Ты увеличиваешь, то есть водород, разложение на водород и кислород, это дает тебе радиоактивность и увеличение. То есть, ну, не увеличение, имеется в виду пар этот, который и так он лежал где-то на расстоянии, а теперь он начинает уже к тебе может подбираться ближе. И поэтому они выполняли это. То есть, никто не думал почему-то. Потом, ну, опять же, Чернобыль показал, что не все... То есть, в Чернобыле и после Чернобыля пересмотр очень сильный был в безопасности и, по крайней мере, и в этих службах тоже, которые... Как... Ну, пожарные части, которые при атомных станциях. То есть, там инструкция тоже была скорректирована. И как в дальнейшем сказывала вас твоя работа? Ну, вот мы еще приехали... Третью с минуту выходили? Да, вышли обязательно. И уже, когда прибыв, там я еще отмечу, как мы возвращались, когда мы ехали ночью, ага, ну, это 27-го уже ехали ночью. Я так и последовательно расскажу. То есть, в следующую ночь мы опять вышли, приехали, и уже была команда дана, нужны только ГЦН-щики, главные циркуляционные насосы, охлаждать реактор. В реакторщиках необходимости не было. Был, там, момент уже, там, позже, ДПшки, но это старые томские, там, волки, они сказали, молодежь не брать. Я тогда еще, как бы, у меня семьи тогда еще не было. Вот. И в результате нас, меня лично, необходимости оператора центрального зала не было. И мы там через время поехали, то есть, ночь 27-го. Я не помню. То есть, мы не задействованы персонал, была команда, уже руководство, там, не знаю, смены, да, и вот, когда мы проезжали ТБК-1 мимо Ору, которая напротив Турбинова, 3-го, 4-го, и канал отделял дорогу между Ору, то я даже умудрился произнести, что подождите, автобус едет, подождите, дайте посмотреть. То есть, горел графит, неимоверное зарево горения графита. Неимоверное. То есть, температура... Да, это через сутки как раз накопилось вот этот температурный пик, этот, и зарево было неимоверное. Тем блоком как раз... Да, да, как раз над... И это, ну, это же зловещий пар. То есть, зарево заревом, но такого дыма не было, потому что оно, видно, выгорело, вода испарилась, а вот зарево это набирало температуру, ну, как вот томится угли в этом, да, точно так же было зарево, ну, его графитовую кладку не было видно, естественно, потому что какие-то некие строения, здания, стен. А вот зарево было однозначно, там, какая была уже высота этого зарева, но оно было яркое, такое, неимоверное зрелище. Вот, и задача была проскочить, а я там что-то без задней мысли говорю, давайте глянем, это же у них... А не отдавалось отчет, что это... Ну, это сейчас мы мудрые когда, после уже, да, какие-то... А тогда вот я такое произнес в автобусе. Да я бы, наверное, тоже так сказал. Ну, как зарево солнечное, там, ой, давайте зафиксируем это как-то там приятно глазу, вот, а здесь ядерное зарево. И я после этого уехал, приехал домой и уехал на три часа вот этот Хмельницкий, Москва, этим поездом проехал на станции Янов, уехал, вывез маленького ребенка, знакомых из ЦЦРа, вывез Оксану, Ксения, девочку маленькую, с мамой вывез в Чернигове, и мы уехали. Были уже кордоны, не пропускали нас, я не знаю уже, что там я говорил, не помню, но мы там как-то договорились, или я не знаю, что значит договорились, а прорвались там, ну они говорят, куда вы, что, ну на Янов, на поезд, и мы уехали. Но потом я вернулся, Саша мне говорит, что мы потом пересеклись, то есть он ехал в электричке туда, а я оттуда. Саша это? Это мы с ним, ну я ему квартиру как-то там, когда ему нужно было, когда я в отпуске ему оставлял, он в ЧПНП наладки с Александром Чалом. То есть, ну вот такие первые дни, то есть я под эвакуацию не попал, я уехал, вывозя Оксану. Это как раз утром где-то, в 3 часа ночи, там 3 или 3 с чем-то. То есть вернулся со смены и тут же уехал. Ну вот такие вот мои. А вернулся уже после эвакуации, да? Такого особого, да. Ну я в августе, ну я следил там, я приезжал в Чернобыль к начальнику цеха, тогда уже был Ситников Анатолий Андреевич, я ему очень признателен, он сказал, что там молодой, зеленый, тебе еще семью, и он как-то мне, у меня тогда в институте сессия была, и он мне говорит, занимайся, вот, не переживай, координаты я оставил, вот, то есть в Чернобыль. Надо будет найдем. Да, да, то есть вот эти вещи, вот я ему до сих пор вспоминаю, это, ну это мудрость, и я благодарен руководству, что оно так отнеслось с пониманием, поэтому я, сейчас я еще. Кстати, я не первый раз слышу вот именно такое, когда люди старше по возрасту молодых отодвигали в сторону. Опыта было. Отойди, молодой еще, зеленый. У тебя еще время впереди. Да, хотя и тогда-то им было, ну 30, ну под 40, вроде не такой еще возраст, но они все равно, так сказать, с собой закрывали. Осознанного вот этого понимания, плюс профессионализм, и в таких тяжелейших, мы понимали, что отдавали отчет к масштабу аварии. И естественно, включалось все. Ну и подбор персонала, то есть у нас же не было, можно сказать, однозначно, и сталкивался, наверное, тоже, что у нас сдать экзамены нельзя было. То есть сынок какого-то руководителя или там кто-то по протеже, он не мог стать за управлением блоком для того, чтобы, ну реактором, чтобы папин сын, там, да, и по каким-то, нет, знание и экзамен сдал, достойно, знание соответствует, и тогда ты только шел. Когда тебе вызвали? Я уже 1 августа в смене был, на вахте, с кораблей. А до этого где ты был? Ну, я устроился, ну сказали, устроиться где-то, и я знакомый мой узнал о том, что семья наша знакома была через сестру. Он узнал кафедры физвоспитания, и он предложил мне, ну вот что-то при кафедре физвоспитания в институте, пединституте. Это где? В Чернигой. В Чернигой. Я в Чернигой уехал. У меня родители в Чернигой, и я уехал туда. И он мне предложил, ну что там делает, не методист, как помогает лыжи там выдавать, вот этот, не инструктор как. Да, кто-то, кто-то при, кто-то, методист, да, кто-то, который выдает что-то там ей, помогает мечи подавать. И я на этой кафедре физвоспитания вот эти, там, с какого-то, не помню. С подъемный инвентарь. Да, да, там зал открывать, что-то там, помогать, когда процесс учебный. Пару месяцев ты там был. я там был. А потом, когда уже формировались смены, я приехал на Киев, на наши центры эти, на Бальзака, да, и потом уже на вахту, на корабли. То есть корабли, а потом уже вахтовый поселок. Вот. И 1 августа я уже заступил на вахту. Корабли, это в Страхолесе? Да, в Страхолесе, да, да. Ну там же и потом строился поселок этот. Зеленый мыс. Зеленый мыс. Вот. И вот так вот. Ничего такого, как бы, по сравнению с тем, что я знал, как Лиличенко, как ребята, которые были, которые закрывали задвижки, которые проявляли такой героизм. Я об этом знаю, конечно, но у меня вот так, вот так я столкнулся в эти первые минуты, в эти первые дни. И до 2008 года я отработал. Ну там, Хаят-2 был, инженерная группа. И ушел в 2008 году. Стаж достаточно, у меня стажа было вредного, и я ушел. Предложили, я ушел. Поэтому... Предложили или... Нет, там было... Ты сам созрел. Ну я... Когда у меня спрашивали, что я об этом думаю, то я сказал, если будет возможность, там, как... Ну так нельзя говорить. Так нельзя говорить. Это же как бы... Ну я имею в виду, Я сократился. Ну я имею в виду, нельзя говорить, потому что оно противоречит. Человек, который сокращают, он не желает этого. Я очень хотел. У нас подмена понятий. Ну да. Вот. А на самом деле это были выплаты гнеки. Но когда меня опрашивали, я сказал, что я не буду удерживаться, то есть как бы, как руководство. И Мельников, начальник цеха тогда, он дал такую... Говорит, есть возможность. Но я как бы... Анализы, французы делали анализы, у меня до сих пор они хранятся. Я тогда и принял инициативу, и эти анализы делали... Делал анализы детям. Французы предложили... А какие анализы? Это... Ну бралась кровь, а генетика, шла речь о генетике. И у меня где-то записаны эти данные, кто занималась, это женщина. Этими анализами это предложено Франции, стороной Франции для детей, которые от родителей. И вот эта группа, которая набралась, и я... Вот эти результаты, они через меня... Я собрал здесь Славутичи, и потом передавал... Связывался уже с институтом, который через Киев французы работали с ними. Еще добавлю, что... И какие результаты? Если не секрет. Ну, есть у кого... При указанном... Ну, отклонений нет, а были некоторые результаты, которые гласили, что при формировании супруга генетическое совмещение нужно в этот центр на консультацию. Были с некими отклонениями. Я еще хочу сказать, что я был неким связующим звеном между семьей погибших и детьми, там, взаимосвязь по путевкам. И так как я в этой смене из 32 погибших знал 19... 19 погибших, а знал-то я больше там, а потом уже познакомился, даже переписка была, и я восстанавливал вот этот мемориал, который у нас. Это фотографии, которые я собрал и кто на аварии присутствовал. Это которые... Да, вот эти фотографии я собирал, списывался, делал в Чернигове эти большие фотографии. И вот когда-то там, кто участвовал тогда, на 26-е, они брали эти фотографии и проносили шествием тогда. Вот. И вот эта какая была связь с вдовами, с родителями, какая необходимость была атомной, это все, ну, как бы не только через меня, но одна из связующих была, что поставить на учет в медицинское учреждение вдов. И я с письмом от Чернобыльской в лице этого, на уровне министерства, там где-то говорил, вот эти семьи, вот это список вдов, ихних детей, ихних родителей. И таким образом, что мы могли сделать тогда, да? Это зависело уже, надо было список, потому что клиники там или кто, они не знали. Там очень интересная история с дозиметристом, который был в 6-й клинической больнице, 4-е радиологическое отделение. Там украли тело Легиченко, родители ни в какую не хотели, родственники. Из клиники они не дали захоронить его на Митинском кладбище. И он покоится на родине. Они не согласились. И там было вдовы, они хотели, как бы, тела привезти на Украину, но большинство не смогли это сделать. Еще такой момент, Саша Ювченко, это старший инженер-механик, который искал Валерия Ивановича Хадымчука. Ему сказали, доложи, кто живой, кто нет, сколько у тебя персонала. И вот он тоже уже покойный. Его сын работает в этой клинике врачом, где Саша сам лежал, где Гуськова академик, где пересадки красного костного мозга, Гэл делал. Ну и как тебе живется на воле? Я это называю так, волей, когда со станции уходишь. Ну я знал, чем я буду занимаюсь. Ты знал, чем будешь заниматься? Да, я тогда уже, я с 2005 года как бы определился, что я хочу. Там как бы какие-то цели, интересы. И в результате я очень доволен. Я там круг общения увеличил, и собой, себе предоставил некая возможность читать, саморазвиваться, что-то, да. И таким образом выстраивал какие-то новые там знакомства, связи и доволен тем, что там на сегодня меня это только радует. Поэтому будем говорить не просто, как бы отсиживание, а некое что еще интересного есть в мире. И находились единомышленники, это и Листвин, это фестиваль Листвин, который вот здесь недалеко мы проводим. и по экологическим джирелло общественная организация, которая бассейны по видновлению бассейнов рек Стрижи, не Белоус. То есть вот это участие мое тоже меня вдохновляет. то есть это то, чем ты живешь, что тебе помогает. форму поддерживаю, я вот сейчас только не бежал, а так я бегал, вот этот чернобыльский наш марафон, у меня даже награды там. В общем, спасибо тебе. У меня завелась новая традиция, и я теперь каждому моему собеседнику дарю вот такую кружечку, с которой только что пил кофе. Да. Вот. Так что теперь это уйдешь с кружечкой. Презент. Да. Спасибо тебе. Дай Бог тебе здоровья. Благодарю. И ну я как бы давно тебя знаю, и мне очень приятно было, что ты тоже такую свою жизненную позицию обрисовал и у тебя это получается. Спасибо. Будем жить. Спасибо. Спасибо.